В Семее, как и по всему Казахстану, стартовало платное единое национальное тестирование. В нашем городе в нем изъявили желание участвовать 1270 человек. По итогам данного тестирования можно будет поступить в ВУЗы только на платной основе. Но для многих это все же возможность проверить свои силы в преддверии главного июньского экзамена. Каковы правила и изменения в процедуре сдачи ЕНТ в этом году? Подробнее в видеосюжете. Второй год. Для выпускников предоставляется еще больше возможностей, чтобы поступить в ВУЗ. Согласно прошлогодним нововведениям, тестирование проходит 4 раза в год. В январе, марте, июне и августе. В январе, марте и августе ЕНТ платное. Его стоимость 2242 тенге. Первое в этом году платное ЕНТ в Семее проводится в три потока. 17, 18 и 19 января. Для большинства выпускников платное тестирование стало хорошей возможностью проверить свою готовность, к главному июньскому экзамену. Проверить свои силы. Если хорошо наберу, то куда не поступить на грант. Я хотел бы отучиться на автоэлектриках. Не уверен, что 100% знам, но подготовившись нормально. Дальше планируете участвовать? До каких этапах? Да, до конца. Я пришел сегодня на ЕНТ, чтобы дать оценку своим знаниям, самостоятельно определить для себя, насколько я подготовлен. Я проанализирую свой результат по итогам сдачи. Я определю для себя, как мне нужно будет проработать, какие слабые места нужно подтянуть. Я думаю, что сдача ЕНТ в январе очень выгодна для того, чтобы человек мог самостоятельно подготовиться психологически, а также для того, чтобы он смог приблизиться к поставленным задачам и в будущем набрать нужный балл. Это как генеральная репетиция. Плюс возможность уже сейчас окунуться в атмосферу ЕНТ. Летом будет уже не так страшно. Всего в январском ЕНТ участвуют 1270 человек. Из них 1070 – это выпускники школ этого года. Остальные 200 – это студенты первых курсов, которые в прошлом году не набрали проходной балл. Они сдают ЕНТ в пятый раз. Единственным нововведением этого года при сдаче экзамена является ужесточение наказания за пронос запрещенных предметов. Если раньше при обнаружении их просто изымали, то теперь, согласно приказу вице-министра образования и науки, и вовсе лишают допуска к сдаче ЕНТ. В специальности текущего года к контролю процесса проведения ЕНТ подключена специальная мониторинговая группа по противодействию коррупции. Для этого мы установили специальный стол, за который дети имеют возможность до проверки сдать свои сотовые телефоны. Далее идет проверка документов и проверка металлоискателями. Если на этапе проверки металлоискателями будет выявлен сотовый телефон, то этот ребенок будет удален с корпуса и составлен акт удаления. В июне уже будет немного жестче, поэтому дети сейчас уже должны знать, что в корпус заходить с запрещенными средствами нельзя. Поэтому издан этот приказ, и мы изымаем сотовые телефоны до проверки. А в июне месяце уже в корпус, если ребенок будет находиться с запрещенными средствами, он будет удален. В целом же формат ЕНТ остается прежним. 120 вопросов по 5 предметов, из которых 3 предмета обязательных и 2 по выбору. Максимальное количество правильных ответов 140. Время сдачи ЕНТ 3 часа 50 минут. Проходной бал для национальных вузов составляет 70, для медицинских 65, для сельскохозяйственных 60 и для всех остальных вузов 50. Результаты можно будет увидеть на сайте testcenter.kz, введя свой ИИН и индивидуальный код тестируемого. Сауля Байгалиева, Ильжан Макзумов, Телеканал Семей.